Так, собственно, BMW, двигатель почти 2.1, карбюраторы здесь DeLorto, сейчас я покажу, значит, задвижок сразу, то есть, видно, например, система зажигания, причем она именно, вот он, датчик положения коленчатого вала, то есть, не просто двухконтурное, а с управлением микропроцессора. Также здесь стоит коллектор выпуск 4.2.1, вот он он, так, ну, соответственно, и корбы, головка, вот она, 2.0, где она там, вот, то есть, видно, что человек не просто налепил корбы и а-ля будет валить, то есть, был подход более грамотный, плюс здесь стоит распредвал, Шриковский какой ты сказал? 316-й вал, подъем 12, 12 мм, вот, ну и, соответственно, под это все дело, естественно, карбюраторы нуждаются в уточнении, скажем так, настройки, но я, как, в общем-то, бывалый человек, начинаю настройку и диагностику с замера компрессии, вот для меня это закон моря, замерил компрессию, потом все остальное. Так, замер компрессии начинаем с четвертого, так как он самый труднодоступный. Так, выжимай сцепу, полный газ и давай вперед. Стоп! Ну, тут вот у меня десятка, сейчас я постараюсь его вытащить. Ну, это маловато вообще-то? Ну, вообще-то это маловато. Нет? Нет, даже и с широким валом все равно должно быть больше. Ладно, десять, дальше. У нас вон широким 15, 16. Сейчас. Номер, номер три, так, давай. Стоп! Так, тут тоже у нас 10. Это мало. Сейчас я масло завью. Слышишь? Масло завью. Так, давай. Стоп! Этот девять с половиной где-то. Вот. Да, второй где-то девять с половиной. Сейчас. Секунду. Так, давай. Стоп! Так, а этот одиннадцать. Итак, во второй цилиндр я добавляю масло, для того, чтобы проверить и установить более точно, конкретно, почему компрессия маленькая. У меня раз, два, сейчас, вот, два, три. Собственно, качка. А это у меня где-то в районе, там, пяти кубов, примерно, где-то так. Так, давай. Полный газ, сцепление. Давай. Ну, у меня здесь компрессия поднялась. Клапана. Десять с половиной стала. Ты знаешь, эта головка у тебя не герметична. Притерта плохо, то есть, или прирезанная. Или поджатая. Не знаю, но это головка. Это только вчера. Это не поршневая. Это вот классика, как на том BMW было. Так, что мы наблюдаем в мелком движении. Посмотри, на мелком движении, вот, четырнадцать, там, и пять-пятнадцать. Ну, сейчас вот выйдем, посмотрим на трассу. Значит, я хочу, чтобы ты воткнул вторую передачу и ехал плавно. То есть, вот, примерно с такой скоростью, как есть. Так, вот он в этом режиме нам дает. Тринадцать, двенадцать, но это немножко многовато. Чуть-чуть добавь газ. У тебя работает тахометр? Нет. Чуть-чуть добавляй. Так, тринадцать, где-то тринадцать. Так, еще чуть-чуть, до сорока разгони его на второй плавно. Двенадцать и восемь. Так, еще чуть-чуть добавь. Так, ну, это уже начинает потихоньку врубаться в главное дозирие. Ну, смотри, я тебе скажу так. Жеклеры холостого надо чуть-чуть меньше поставить. Смотри, воткни вторую и так прогазовку, типа, как, ну, такую хорошую. Одиннадцать с половиной десять. Льет. Понял. Льет, то есть топливо ставить значительно меньше. Да, то есть он очень много тебе дает. Собственно, чем и хороши Делорта, так это заменой жеклеров. Доступностью. Да, то есть тут нужно открутить буквально верхний дыхательный клапан, и ты откручиваешь трубку, в которой, которая представляет собой воздушный жеклер, и в нее вставлен топливный жеклер. Не надо ничего разбирать, сливать бензин. Ну, и, в общем, заниматься разными всякими. Вот это я. Вот это. Ну, это издержки производства. Здесь же стоят главные и холостые. То есть все легкое-то холостые, легкое-то, главное, топливные с флейтами. Легко доступно в одном месте. Собственно, из того, что мы посмотрели, что нужно объединить, то есть поставить жеклеры меньше. Ну, сейчас заменим на то, что... Начнем с жеклеров холостого хода. Давай с холостыми. Ну, и главное, тоже сразу поменяем. Потому что, да, они там очень... Там до 10, там и 7, по-моему, доходилось. Ну, то есть, вот, видишь, воздух. Воздух не поменять никак. Так, это у нас воздух. Вот. Ну, теоретически, чтобы его изменить, нужна другая вот эта вот вся что-то. Она у нас есть. Так, покажи, в руке я сам этот... Уже клер. Похож чем-то на Соликсовский. Можно даже будет смотреть по мере. Перебрал. Надо было взять чуть меньше. 64. 62 был бы, наверное, все-таки идеал. 60-62. Ну, и, собственно, замена так происходит всех остальных. А это, собственно, главная дозирующая система. То есть, вот эта вот трубка, она же выполняет роль эмульсионной трубки. Вот он, топливный же клер. Собственно, 160. И воздух, соответственно, воздух вместе с трубкой. То есть, все вытаскивается, и у тебя в руках сразу оказывается все. Эмульсионная трубка, вот, кстати, написано, воздух здесь 210. То есть, воздух, эмульсионная трубка, плюс главный топливный же клер. Можно производить замену без разборов там чего-либо. В этом, конечно, в плане итальяшки сделали мега правильно. Другое дело, ну что, сложно найти, допустим, на него же клеры или сделать. Ну, это уже другой вопрос. Но вот вообще по конструкции это более предпочтительно. Причем эмульсионная трубка, то есть, разных диаметров. То есть, снизу больше отверстия, здесь меньше. Ну, в общем, итальяшки правильно делали. Итак, у нас обычный колхозинг. Сейчас мы настраиваем смесь. Ну, пытаемся настроить на холостых, так как же клеры меньше. Еще откручиваем, очень бедная. Еще откручиваем, очень бедная. 30 там. Уже наоборот открутил. Один оборот. Давай еще. Еще еще, Надь. Так, ну это может быть глушитель не совсем заполнился. О-о-о. Вот, 15, 14 и 3. Вот, вот так вот пусть пока стоит. Сейчас он. Пусть пока на холостых. Мы сейчас еще, может быть, на... Половорота закрутим. Даже на четверть наоборот обеднить. Ну, потом, пусть вот так вот пока стоит. Пусть вот так вот стоит. Ну ладно, поехали, давай закрывай. Поехали, посмотрим, что он нам дает. Значит, смотри, вторая, 40 километров, да. И есть в таком режиме. Ну смотри, даже 13,6. То есть холостые, в принципе, подобраны. Так, теперь третью воткни. Третью есть 40. Так, вот он на третьей дает 14,7. 14,6. Так, теперь разгони до 50 там. Так, 50. И вот двигайся в таком направлении. Так, 60 давай на третий. Так, 60 на третий. Так, теперь дай-ка четвертую. Вот 60 пирожков давай четвертая. 64 пирожковая. 64 пирожковая. Ну вот где-то 15,8 даже. А ну давай, 4,7. Ага, 16. 16,7. Так. Давай 84 пирожковая. А вот на 80 он уже дает 14,7. 15. Так, 90 давай четвертая. Так. 14,7. Нет, держи так. Давай 100 км и четвертая. Нет, правильно дает. Так, теперь смотри. Сбрось где-то до 80. И надо, чтобы ты едешь, допустим, на 4-й 80. Так. И потом ты как бы нажимаешь резко до упора. То есть в пол, скажем так. Я снизу пропал, там можно. Так, тогда давай знаешь, что сделаем? Тогда сбрось с 3-й. Там-то с 63 или там с 70-й. То есть именно раскрутить его. Так, вот. Давай как бы вперед. Ну, в принципе, в принципе, он немножко богатую смесь давал. Он где-то 12, там 12,5, даже если было 11 местами. Ну, в принципе, работает он правильно. В принципе, работает он правильно. Значит, смотри. Я считаю так. По главной дозирующей системе, я считаю, что вопросов нет. Она работает правильно, да. То есть в таком ненагруженном режиме она дает где-то 14,7, там 15,7. Вот в этих вот пределах. То есть такой тошниловский режим. Когда ты наступаешь, он дает где-то 13,5 и там до 12,5 спускается. Значит, по холостым, по холостым сбрось. Вот четвертая сбрось. На четвертой до 50 сбрось. То есть вот мы едем на переходные. Я имею в виду именно вот холостые жиклеры. То есть именно такой совсем тошнотворный режим я хочу посмотреть. Вот 55 и вот давай мы типа продолжаем движение. Ну так совсем. То есть чтобы убедиться. Так, а сейчас воткни третью в этом же режиме. Ну тут еще, правда, сборки оно без нагрузки. Слушай, ну честно говоря, я считаю, что оптимально. То есть есть там какой-то микрорежим. Вот на четвертой, когда 70 идешь, он дает где-то до 16. Но это такой микрорежим. То есть во всем остальном диапазоне он работает хорошо. То есть я считаю, что вот с этими жиклерами у тебя в принципе оптимально. Единственное, что можно попробовать 59 и посмотреть. То есть в сравнении будет лучше, будет хуже. Но вот в таком варианте, в котором у тебя есть, я должен на расход стать меньше. И просто двигатель работать лучше. Так, собственно, как финал могу добавить то, что это в первой жизни у меня случай, когда поставили жиклеры. То, что было и стало, все действительно работать хорошо. Вот эти вот карбюраторы, по сравнению с соликсами на другом BMW, просто небо и земля. Я оставлю в видео в описании ссылку. Я когда-то делал обзор конструкции именно на такие Делорта. У них отличаются от тех соликсов кардинально распылитель, главное дозирующие системы. То есть вообще система более продвинутая. Вроде горизонталка и та, и та. Вроде и внешне похожа. Но на самом деле отличаются они очень просто. Сильно отличаются. В дальнейшем владелец здесь планирует сделать фильтр, ну то есть коробку под забор воздуха и отдельно фильтр. Благо места здесь, в принципе, даже очень и очень много. А тачка стала работать действительно нормально. Что касается синхронизации там дросселей и все остальное, ну мы уже не знали, работает в принципе он нормально. Скажем так, я не вижу смысла туда лезть, потому что отзывается он нормально и он не трусит на холостых ничего. То есть все работает.